Самой дорогой монетой России в настоящее время считается так называемый Амурский тигр. При номинале в 10 тысяч рублей она стоит минимум 3 миллиона 700 тысяч. По крайней мере, такую цену давали за нее нумизматы в последний раз. Выпущен тигр в 1996 году всего в 100 экземплярах. Зато из золота 999-й пробы. Как следует из названия, на одной ее стороне выпито изображение самки Амурского тигра с двумя детенышами, а с другой — холмистая местность. Мало кто знает, что 13 лет назад на Ямале тоже появились юбилейные монеты, которые считаются одними из самых дорогих в России. К 80-летию Ямало-Ненецкого автономного округа Центробанк выпустил 10-рублевку с гербом округа тиражом в 100 тысяч. Сегодня ее стоимость на сайтах нумизматики превышает 20 тысяч рублей. И это всего лишь один из удивительных фактов из жизни полуострова. Но прежде чем мы расскажем вам про остальные, не забудьте подписаться на канал ЯмалМедиа и активировать колокольчик. Здесь вы найдете много материалов о жизни на Крайнем Севере и невероятных фактов о нашей планете. И уж точно не пропустите ничего интересного. Ссылка в описании к этому видео. А мы начинаем. По официальным данным, Ямало-Ненецкий автономный округ занимает обширную площадь в 769 250 квадратных километров. А это значит, что по площади он где-то как полторы Франции или Испании. И хотя на картах полуостров представляется огромным зелено-синим пятном, заболоченных лесов, тундры и переплетенных друг с другом рек и озер, на самом деле Ямал выглядит иначе. Здесь есть хвойные леса, по которым можно уверенно ходить, а торфяники и болота чередуются с песчаными зонами. Песок, между прочим, остался от тех времен, когда Ямал покрывало море. Согласно данным статистики, в округе на каждые 7-10 километров приходится один человек. На самом деле, конечно же, это не совсем так. Большинство населения кучкуется в городах и поселках вахтовиков, которые связывают сотни ведомственных дорог. При этом глуши, где сотовая связь отсутствует, многие десятки километров здесь не найти. Скоростной интернет на Ямале часто доступен даже вдали от городов. Зима на Ямале порой затягивается до июня. Бескрайние поля снега сходят медленно. В середине сентября холода норовят вернуться, а зимой столбик термометра может опуститься и до минус 60 градусов. Холода на Ямал приходит частенько вместе с ураганами, переворачивающими грузовики на трассах. Но в отличие от той же Мурманской области, лежащей с полуостровом на одних широтах, на Ямале короткое лето многие не ждут и не любят. В чем секрет? Все просто. Даже на излете августа, когда после солнечного дня температура падает ночами до нуля, нестерпимо кусается мошка. В июле и вовсе все виды гнуса атакуют людей, и даже средства от насекомых не всегда помогают. Особенно страдают от этого вахтовики и работающие на объектах в тундре. В городах насекомых поменьше. А вы когда-нибудь видели минус 70 на термометре за окном? Расскажите в комментариях про самую холодную погоду в вашей жизни, а еще о том, что помогло вам согреться. Главным обитателем полуострова Ямал считается северный олень, которого местные жители уважительно называют величественным. Эти животные играют ключевую роль в жизни местных жителей, предоставляя источник заработка, пищи и сырья для создания жилья. Неудивительно, что на сегодняшний день на Ямале самое большое стадо оленей в мире, численность которого насчитывает уже более 760 тысяч голов. Минимальное число оленей, чтобы оленевод мог кочевать, 50. Они необходимы для перевозки всех нужных вещей, таких как детали чума, одежда, продукты, а также для транспортировки детей и самих хозяев. Кстати, во время кочевания олени, они люди играют ключевую роль в выборе местоположения стойбища. В теплые летние месяцы стадо предпочитает места с хорошей вентиляцией, чтобы минимизировать беспокойство от насекомых. А зимой, когда наступают морозы, олени выбирают места, где можно укрыться от ветров и сохранить тепло. Убитого волком оленя нельзя употреблять в пищу из-за риска заражения бешенством, поэтому в таких случаях используется лишь шкура. Кстати, о ненецких словах. Одно наименование их языка стало международным. Это слово «парка», которое произошло от «парка», что значит «скроить». Изначально это слово относилось к производству верхней одежды из оленьих шкур, а сейчас обозначает просто длинную теплую куртку с капюшоном. Вообще, представители коренных этносов Ямала, ненцы, ханты и селькупы, составляют менее 8% населения округа. Причем в крупных городах, Уренгое, Салихарде, Муравленко и Надыме, их не так много. Большинство рассеяно по родовым кочевьям и селам на реках или у берега Карского моря. Ненцы и ханты предпочитают традиционный образ жизни – оленеводство, рыболовство и охоту. Только оленей в их хозяйствах насчитывается более полумиллиона. В округе живет порядка 540 тысяч человек. Каждый четвертый житель Ямала – ребенок. Самые высокие показатели у ямальцев по рождаемости именно вторых и третьих детей. У ненцев Ямала существуют две так называемые фратрии или группы родов. Это разделение, кроме прочего, регламентирует браки между ненцами. По традиции, которая в некоторых уголках Ямала сохраняется до сих пор, пожениться могут только представители разных фратрий. Принадлежность к роду определяется по отцу, поэтому браки между родней по мужской линии запрещены, а по материнской разрешены даже между близкими родственниками. Например, были случаи, когда мужчина женился на сестре матери, то есть собственной тетке, поскольку она, по определению, была из другой фратрии. Говорят, эзотерики несколько лет назад попытались составить карту сакральных мест полуострова. Даже нанесли на нее 263 святилища, а потом сбились со счета. Одним из самых загадочных объектов является река Юребей, протекающая через весь полуостров. Раз в году ее воды, непонятно почему, поворачивают вспять и несколько дней текут в обратном направлении. Говорят, ни один коренной житель не ступит летом в реку, не принеся дара суровому Юребею. А находящиеся на берегах реки и святилища коренных жителей наиболее почитаемые на Ямале. Юребей называют поставщиком мировых археологических сенсаций, местом, где дремлют мамонты. В 25 километрах от устья реки в сентябре 1988 года был найден мамонтенок Маша, а в 2007 – Люба. Ученые отмечают, что мерзлота – отличная кладовая исторических ценностей. В песках Египта культура сохранялась всего-то 5000 лет, а в недрах тундры могут открыться секреты десятков и сотен тысяч лет. Ямал-Ири с ненецкого языка переводится как «дедушка Ямала». Совершенно особенный волшебник, которого встретишь только за полярным кругом. Живет ямальский Дед Мороз на берегу Аби в природно-этнографическом комплексе Горнокнязевск в 12 километрах от Салихарда. У Ямал-Ири не один, а два посоха. Первый высечен в форме весла или лопаты, как напоминание, что коренные народы – хорошие рыбаки и охотники. Второй сделан из священной в этих краях лиственницы и украшен орнаментом, символизирующим семь небес. Венчает посох голова северного оленя, на которой сидит лебедь. А в нижней части шеста уселись помощники ямальского Деда Мороза – животные. Оба посоха справляются с любыми желаниями. Главное, чтобы они были искренними. А еще огромное значение для Ямал-Ири имеет бубен. Он используется для защиты друзей от невзгод. Для самого же ямальского Деда Бубин – лучший проводник в сказочный мир. На самом деле рассказать обо всех чудесах полуострова Ямал в одном выпуске невозможно. Есть здесь и удивительные природные аномалии, и невероятные люди, и загадочные легенды. А что из увиденного больше всего понравилось вам? Напишите об этом в комментариях и расскажите, о чем и о ком вы хотите узнать из наших следующих выпусков. А еще не забудьте подписаться на канал Ямал-Медиа и активировать колокольчик. Так вы точно не пропустите ничего интересного. До новых встреч!